В Международном информагентстве «Россия» сегодня в Москве прошла пресс-конференция Всемирного Русского Народного Собора, посвященная столетию революционных событий 1917 года. Эксперты-политологи обсудили, какие факторы обусловили эти события, какие исторические уроки необходимо извлечь и какие темы, связанные с оценкой событий столетней давности, должны быть сегодня в фокусе общественной дискуссии. В теме разбиралась Эльвира Гордеева. Открывая мероприятие, модератор дискуссии и руководитель экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора Александр Рудаков отметил, что итогом февральских событий стало разрушение триединства русского народа – великоросов, малоросов и белорусов. После событий февраля 1917 года начался раскол к тяжелейшим последствиям, которые привели к русской православной церкви, духовенству, росту христианофобии, антирелигиозных преследований. То же самое можно сказать и о распаде территорий российского государства, который был частично предотвращен уже советской властью. Депутат Сергей Гаврилов отметил, что любая революция в той или иной форме является ответом на существующие вызовы, но ответом, к сожалению, не всегда адекватным. Он призвал сделать выводы из событий того времени. Наша задача состоит в том, чтобы поддержать те силы в современном обществе, которые действительно ставят свои задачи укрепления здоровых начал в нашем обществе, основанные на традиционных христианских ценностях, традиционных конфессий, которые также проживают в России. Те формулы, которые выработаны российским обществом по отношению к семье, государству, к вере, к служению, к будущему России. Историк Владимир Лавров подверг критике стремление обозначить все события столетней давности термином «Великая Российская революция» и высказал полное согласие с мнением святейшего патриарха Кирилла о том, что революция 1917 года – это прежде всего великое преступление. И февраль – великое преступление, и тем более октябрь – это великое преступление против России, против русского народа, против будущего нашего народа. Вот такая оценка, данная русским православным патриархам, не представляется исторически верным. Это проговорена историческая правда. Координатор дискуссионного клуба Всемирного русского народного собора Владимир Лепюхин призвал оценить события начала 20 века с точки зрения цивилизационных процессов и смыслов. Февраль, с моей точки зрения, февральский переворот или февральское взятие власти – это была как бы низшей точкой падения Российской империи в результате всех тех катаклизмов, поражений в войне, вступлений в Первую мировую войну и так далее. То есть вот формирование временного правительства и как бы все, что с этим связано. А вот октябрьский переворот или перехват власти, скажем так, это было началом подъема, цивилизационного подъема, конечно, в другой модели, понятно, с определенными жертвами, раз речь идет смена системы, слом системы, но тем не менее подъема. Член бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора Сергей Перевезенцев призвал отказаться от порочного подхода, согласно которому нужно либо перечеркнуть те или иные исторические периоды, либо безудержно их воспевать, а принимать историю такой, какая она в действительности была. Это наша история со всеми ее бедами, со всеми ее трагедиями, со всеми ее победами. Это наши победители и наши предатели. Это все наше. Было так, как было. Ну куда нам от этого деваться? Вот так сложилось. Давайте объяснять, почему это произошло, даже любая трагедия. И самое главное, давайте учиться у истории.